Продолжение следует... Продолжение следует... И вместе с ним оценивают ответы сегодняшних агонистов и теоретиков заведующие кафедрой рекламы и связей с общественностью Ярославского государственного университета имени Демидова, доктор исторических наук, профессор Виктория Михайловна Марасанова. И декан факультета социального управления Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского, кандидат педагогических наук, доцент Дмитрий Сергеевич Молоков. А мне сегодня помогают мои ассистентки, участницы третьего сезона нашей Олимпиады Анастасия Козюлина и Татьяна Копенкина. И позвольте мне представить наших сегодняшних агонистов. Валерий Лысков, гимназия номер 3, город Ярославль. Софья Козлова, лицей номер 86, город Ярославль. И Екатерина Камолова, провинциальный колледж, город Ярославль. Ну и как всегда мы начинаем с пролога и первый конкурс, конкурс русского языка. Пожалуйста, пройдите за пюпитры, там вам уже приготовлены задания, подпишите их. И 20 секунд вам дается на то, чтобы указать правильное написание следующих слов и выражений. Филателист, никем не любимый, бесчувственный, древнерусский, аккумулятор и дегустация. Я бы еще предложил составить предложение из этих слов. Никем не любимый филателист, бесчувственный, древнерусский, аккумулятор. Но время истекло, а мы переходим к конкурсу красноречия. Успех одного отважного человека всегда побуждает к рвению и мужеству целое поколение. Выразите свое отношение к данному высказыванию Анареда Бальзака. Итак, Валерий, слушаем вас. Здравствуйте, уважаемый Реопак. Во главе любого общественного движения, которое затрагивает всю жизнь всех людей, стоит один человек. Русская история знает множество примеров. Главным поэтом Золотого века, как известно, является Пушкин. И благодаря его новым формам и темам он создал настоящий взрыв в русской литературе. Также примером является Стахановское движение, когда во главе знаменитого процесса был один человек. Спасибо. Спасибо, Валерий. Софья, вам слово. Здравствуйте, уважаемый Реопак. Во все времена наша страна и люди нуждались в своих героях. Подвиг одних людей воодушевлял остальных на великие свершения. К примеру, после совершенного Михаилом Жуковым в первые годы войны воздушного тарана, воодушевленные его успехом люди также стали совершать подвиги во имя нашей великой страны. Спасибо. Благодарю вас, Софья. И Екатерина завершает этот конкурс. Здравствуйте, уважаемый Реопак. Подвиг одного человека может служить примером для других людей. Он может заставить их поверить в себя, свои силы, свои возможности. Подвиги совершают не супергерои, а обычные люди, которые могут поверить в свои силы, найти в себя отвагу и мужество совершить их. Поэтому подвиг одного человека может побудить других людей к совершению таких же подвигов. Спасибо. Спасибо большое. Мы завершили конкурс «Красноречие». И сейчас по результатам этих двух конкурсов наши судьи определят, в какой последовательности агонисты выберут дорожки. От длины дорожек, от их цвета тоже многое зависит. На зеленой дорожке она самая длинная, но на ней можно дважды ошибиться. На желтой можно ошибиться лишь один раз. На красной ошибаться нельзя, зато она самая короткая. Итак, решение нашего Реопага. По результатам двух конкурсов, конкурса русского языка и конкурса красноречия, мы предлагаем первой выбрать дорожку Камоловой Екатерине, второй Козловой Софии и третьему Лыскову Валерию. Спасибо. Итак, Екатерина, выбирайте. Желтая. Желтая. Софья. Зеленая. И Валерий оказывается на красной дорожке. Итак, темы вопросов первого этапа. Приспособление, награда, сражение. Софья, ваш выбор. Сражение. Федор Федорович Ушаков. За победу в этом сражении был произведен в Адмиралы. Получил награды от турецкого султана и неаполитанского короля. О каком сражении идет речь? Это сражение при Присиш-Элау. Нет, это неверный ответ. Жаль. Вы во втором этапе со штрафным очком. Слушаем теоретиков. Фатахов Илья, школа номер 33, город Ярославль. Возможно, это Синопское сражение. Тоже неправильно. А сражение очень известное. И с именем Ушакова оно, безусловно, всегда ассоциируется. Тупицын Ван, гимназия номер 2, город Ярославль. Это взятие крепости Корфу. Вот это абсолютно верно. И это орден. Екатерина, ваш выбор. Приспособление. 7 апреля 1609 года у села Григорьевское народное ополчение Никиты Вышеславцева, двинувшаяся на освобождение Ярославля от поляков, встретилась с большим вражеским отрядом и одержала над ним победу. Какое приспособление помогло нашим пешим землякам получить преимущество над польской конницей? Боюсь, у меня нет ответа. Ну, предположите. Конницы. Кони у них. А у наших чего? Ну, чего-то такое у наших было. Увы, жаль. Ну, со штрафным очком вы имеете право на ошибку на желтой дорожке. Пожалуйста, давайте слушаем теоретиков. Пахоменко и Гор, лицей 86. Осмелюсь предположить, что это были лыжи. И это абсолютно правильное предположение. Действительно, конница вязла в снегу, а наши лыжники смогли ее легко настигнуть. И вопрос для Валерия. Тема. Награда. Иван Сергеевич Леонтьев, внук первого ярославского губернского предводителя дворянства, участвовал во всех войнах, которые вела Россия с конца 18-го столетия. В сражении при Аустерлице в 1805 году он был ранен и получил первую в своей жизни награду. О какой награде идет речь? Чем он был награжден? Предположу, что это был Георгиевский крест. Нет, это неверное, к сожалению, предположение. Вы покидаете красную дорожку, присоединяетесь к теоретикам. А что теоретики скажут? А теоретики не скажут ничего. А нет, скажут чего там. Семенников Илья, углический физико-математический лицей. Предположу, что это был орден Александра Невского. Было бы странно, если бы имя Александра Невского не прозвучало по традиции в нашем четвертьфинале. К сожалению, это как правило. Все, что связано с Александром Невским, неправильно. Еще версии. Других версий нет. Ну что ж, надо сказать, что Иван Сергеевич Леонтьев был награжден золотым оружием. А мы продолжаем. И мы во втором этапе. И у нас три темы вопросов. Метро, военная промышленность и город. Софья, выбирайте. Военная промышленность. Во время Великой Отечественной войны на одном из ярославских предприятий срочно освоили выпуск новой продукции. Позволившей защитить Москву и Ленинград. И использовавшейся при взятии Берлина. Кроме того, благодаря именно этой продукции в истории остались уникальные кадры поверженной фашистской столицы. Что же выпускали на Ярославском заводе. Эта продукция позволила защитить Москву и Ленинград. И позволила снять на пленку поверженную фашистскую столицу. Военная промышленность, да? В годы войны вся промышленность отчасти стала военной. Так может, камера? Камера, вы что называете камерой? Я же не знаю. Если вы имеете в виду кинокамеру, то тогда как она защищала Москву и Ленинград? С Берлином более-менее понятно. Ну, это оружие было. Не знаю. Вы меня спрашиваете? По-моему, у нас произошла подмена понятий в нашей игре. Кто кому задает вопросы и кто на них отвечает. Итак, ваш ответ. Возможно, это было оружие. Какое? Стрелковое. Хорошо. Со штрафным очком в третий этап. Теоретики, вам слово. Фатархов, Лешкова, номер 33, город Ярославль. Это были огнеметы, Рокс-3. Как с помощью огнеметов... Выбивали солдат. Не-не-не, я про другое. Как благодаря огнеметам в истории остались уникальные кадры поверженной фашистской столицы? Вот не вижу я логики здесь. Пученков Александр, 27-я школа, город Требенск. Возможно, это были дальние бомбардировщики. Понятно. Спасибо. Еще. Пахоменко, город Лицея, 86. Возможно, это было фоторужье. Собственно, Москву-то и Ленинград отстояли, как известно, фоторужьями. Так, что ли, получается? Провинциальный корейш, город Ярославль, Тюднев Николай. Это были прожекторы? Нет. Нет. Но хотя бы ушли уже от ружей. Толянина София, это истетия школы, город Ярославль. Возможно, это были аэростаты. Ну, наконец-то. Как они назывались точно? Аэростаты? Не знаю. Но их выпускала завода зенотехники. Именно так. И было. Это были аэростаты воздушного заграждения. Именно они закрывали от немецких самолетов Москву и Ленинград. И именно с них снимали поверженный Берлин. Это орден? Город. Какой из ярославских городов, ну, имеется в виду из нашей области, да? Нашей губернии, был основан по просьбе окольных жителей для ограждения их от набегов татар, а потом пожалован в пожизненное владение бывшему магистру Ливонского ордена. Основан по просьбе окольных жителей для ограждения их от набегов татар, а затем пожалован в пожизненное владение бывшему магистру Ливонского ордена. Назовите этот город. Возможно, Переславы. Спасибо. Это ваша вторая ошибка. И, к сожалению, последняя на желтой дорожке. Прошу. Пахоменко и Горлицей, 86. Я предполагаю, что это город любим. Вы правильно предполагаете, это город любим. Получите свой орден, законно заслуженный. И мы остались вдвоем с Софьей. Мы в третьем этапе. Два вопроса. Выбирайте тему. Корабль. Как назывался корабль, на котором Федор Ушаков совершил свое первое учебное плавание? Только меня ни о чем не спрашиваете. Нет, нет. Я уж так на всякий случай. Итак, как назывался этот корабль? Не знаю. Это какая у вас ошибка? Третья. Спасибо за игру, за участие. Я обращаюсь к теоретикам. Тримасова Лилия, школа номер 10, год Рыбинск. Мне кажется, это корабль «Святой Павел». Нет, увы. Но, может быть, есть какие-то еще предположения. Первое учебное плавание Федора Ушакова. Никто не помнит. Ну что ж, есть еще что почитать, есть еще что изучить. Корабль этот назывался «Святой Евстафий». Мы не разыграли несколько вопросов с нашими участниками, и я позволю себе задать их нашим теоретикам. Тема метро. В Петербурге на одной из станций метро есть брельеф флотоводца Федора Ушакова. Как называется станция? Тупицын-Ван, гимназия номер 2, город Ярославль. Это станция Адмиралтейская? Ну, конечно. Какие же варианты? Орден. Орден. Еще вопрос. Тоже можно получить орден. Ярославец в Китае. Кто из уроженцев Ярославской земли, русских полководцев, будучи главным советником в Китае, руководил созданием национально-революционной армии Китая? Здравствуйте, Буторина Алиса, город Ярославль, школа номер 68, Толбухин. Нет, увы. Поченков Александрович, школа 27-го от Римыск, возможно, это генерал Батов. Тоже нет. Тупицын-Ван, гимназия номер 2, город Ярославль. Это маршал Советского Союза Блюхер. Это Василий Константинович Блюхер, это законный орден. И еще один вопрос, за который тоже можно получить орден. Тема танк. На трассе М-8 между Москвой и Ярославлем на повороте на деревню Брынчаги стоит танк Т-34. Почему его поставили именно в этом месте? Кукушкин Анастасия, город Данилов, школа номер 2. В этой деревне родился конструктор этого танка Кошкин. Это абсолютно верно. Именно в деревне Брынчаги родился Михаил Ильич Кошкин. Он орден заслуженный. И, наконец, мы переходим в эпилог. Три вопроса эпилога. Мы разыгрываем три медали. Первый вопрос. Наш земляк, адмирал Федор Федорович Ушаков, не только командовал флотом и одерживал победы, он еще руководил строительством важного для русского флота порта и города. Какого? Строительством какого города руководил Федор Федорович Ушаков? Провинка Елизавета, провинциальный колледж из Севастополя. Вы хорошо, что попробовали, потому что это правильный ответ. И, пожалуйста, медаль действительно строительством Севастополя, руководил Федор Ушаков. Следующий вопрос. Этот самый древний храм Переславля-Залесского, в котором по преданию крестился князь Александр Невский, часто так и называют храмом Александра Невского. А как на самом деле он называется? Малина Дарья, город Рыбинск, школа номер 21. Насколько я помню, это Спасо-Преображенский собор. У вас отличная память, у вас медаль. Это Спасо-Преображенский собор. Первый раз за все четверть финала Александр Невский помог нам заработать награду. И, наконец, последний вопрос. В годы Великой Отечественной войны даже такое небольшое предприятие, как Ярославский ликероводочный завод. Может быть, уже ни о чем не спрашивать. Они просто все руки взлетают вверх при одном только слове «ликероводочный завод». Так вот, Ярославский ликероводочный завод стал выпускать продукцию для нужд фронта. Что это была за продукция? Семенников Илья, углический физико-математический лицей. Это были коктейли Молотова? Абсолютно верно. Вручите юноше медаль. И это был последний вопрос эпилога и последний вопрос нашего сегодняшнего четвертьфинала. Увы, дорожки пусты, но мы всегда надеемся на лучшее. Тем более, что в полуфинал проходят не только победители на дорожках, но и те, кто набрал максимальное количество орденов и медалей. Поэтому, уважаемые телезрители, встретимся в следующем четвертьфинале. Всего вам хорошего. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова